Россия не любит говорить то, что давно ты была в России, у нас то же самое. Ну, я приехала в штат в 99-м году, и это как, не знаю, как будто, знаете, царевну, которая лежала, ее поцеловали, она проснулась и увидела жизнь, ну то же самое, как будто я проснулась и увидела жизнь, все другое. Вот, если за эти там 24 года или 25 лет, как я уехала, у вас появились те же самые вещи, это только благодаря тому, что открылись границы, только благодаря, потому что в 99-м году я жила в небольшом населенном пункте, где всего лишь 300 тысяч жителей, и этот 300 тысяч жителей умывал даже Москву, умывал лицо, да, оно, как сказать, обскакал даже Москву. 300 тысяч жителей вот здесь, в Америке, обскакал, и по всем параметрам, Москва. Вот, я уже не буду пришли, потому что другой видеоролик получится. Вот, поэтому если в 99-м году этот маленький населенный пункт в Америке утер нос в Москве, то, может быть, за 25 лет, благодаря тому, что вы все повыезжали за границу и увидели, как живут люди, вы стали развиваться. Ну, так скажите спасибо, что границы были открыты. Если бы границы не были открыты, вы были бы в такой же жопе, которую я помню в конце 90-х. Сказали спасибо, да, что границы были открыты? Сказали, да? Сказали, посмотрите на фотографии, что вы выезжали. Но если не вы, так ваши соседи, если не соседи, так администрация вашего города. Ну, очень много людей путешествовало, правда? Вы лично наверняка знаете тех, кто выезжал. А может быть, незадолго до войны вы выезжали, правда? Еще имели возможность. Может быть, сейчас кто-то сейчас находится в это время, как я говорю, по какой-нибудь там турвизе где-нибудь отдыхает. Скажите спасибо. Только благодаря тому. Кстати, вот видите, у вас на пляжах не есть такие маленькие, такие гольфночные машинки. Сто пудово, сто пудово таких машин нет. Вот так вот, и этих, как его, спасателей тоже никто не сидит у вас. Вот. Кстати, вы мне говорите, вот эти украинцы выкопали море. Ну, так вы тоже выкопали море. У вас в Воронеже выкопанное море. Идите купайтесь в этом выкопанном море. Кто вам мешает? Есть такое в Воронежском море. Украинцы, наберите, пожалуйста, в этом гугле. Посмотрите, какое оно вонючее, все грязное, инфиксированное. Короче, что я хотела сказать. Так вот, сказали вы спасибо, да? А вот теперь граница закроется. Вот и все. Вот этим все будет сказано. То, что вы там, как это, помните, в Турции женщина уезжала, там 32 килограмм каких-то снегов понасобирала. Это вот был ваш период виз. Вы наверняка понасобирали там идеи, там, не знаю, вот детские площадки должны быть такие, там, теннисные корты такие, чемоданчики на колесе такие, телефоны такие, компьютеры такие, там, не знаю, заколочки такие, и косметика такая. Все. Все. А сейчас это все закрывается, и лавочка закрывается. Лавочка закрывается. Будут опять эти квадратные ужасные трамваи, опять эти тетрадки такие, знаете, одноликие, однотипные, ручки однотипные. И все, у всех все будет опять одинаковое. Все, опять будет дефицит какой-то, куда нужно будет в Москву ехать, какой-то очередь вставать, у какую-то тетю Любу там находить знакомство. Все, как вы хотели. В СССР вот все это возвращается. Так что пронырливые вы наши. Мало то, что вы пронырливые, вы сами себе еще руки отрубили. Продолжение следует.